Добрый день! Мы будем передать слово нашему сегодняшнему спикеру Марии Александровне Токмяниной и перейдем к теме коррекции детских страхов методами арт-терапии. Мария Александровна, вам слово. Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня будем говорить о том, как можно легко, просто и красиво, если так сказать, справиться с детскими страхами. Мы будем сегодня говорить об арт-терапии, тем более, что тема у нас такая возлободневная, потому что сейчас в наше непростое время очень много ребят именно со страхами, с тревогой приходят к нам и приходится нам что-то делать. Давайте мы, прежде чем говорить будем про арт-терапию, поговорим немножко про саму физиологию страха и тревоги. Чуть-чуть углубимся в раздел физиологии, потому что нам это нужно. Понимая, как воздействует на человека страх, мы будем понимать, какие выходы можем предложить детям. Что же такое страх? Страх. Это реакция, это эмоция человека, которая является врожденной, как все врожденные эмоции, она является автономной, то есть она находится вне контроля сознания человека. И об этом тоже важно знать, потому что работая со страхом, мы в любом случае будем затрагивать область бессознательного. Одними уговорами, проще говоря, страх никак не разогнать. Как же действует вот эта эмоция страха на человека, что происходит внутри? Автономная нервная система, то, что управляет нашими врожденными эмоциями, она достаточно сложно устроена, и там есть две системы. Первая система, она отвечает за поддержание жизнедеятельности, а вторая это система защиты. Смотрите, за поддержание жизнедеятельности отвечают, например, органы пищеварения, например, такая эмоция, как интерес, состояние радости, состояние некой расслабленности и свободы, в которой человек может пребывать и жить. А вот система защиты организма, они действуют прямо противоположно. Они моментально вводят организм в состояние защиты, в состояние некой борьбы, то есть если смотреть даже на клеточном уровне, то все клеточки тела сжимаются, и человек моментально обрастает вот таким вот панцирем. А что же происходит внутри, внутри нашего тела? Очень много реакций на самом деле, возрастает бдительность, изменяется моментально сам состав крови, повышается свертываемость крови, потому что, а вдруг, мы уже в состоянии страха, в состоянии войны, а вдруг, если что, рано, то чтобы от этой раны не умереть. Увеличивается количество сахара крови, и мы получаем постоянно вот этот вот высокий сахар крови. Напрягаются мышцы и начинает дрожать, и кровь от кожи кишечника приливает к мышцам, то есть мы готовы либо убегать очень быстро, либо очень сильно драться для того, чтобы отразить вот это нападение. Хорошо это или нет? На самом деле и да, и нет, потому что, когда мы встречаемся с чем-то неизведанным и по-настоящему страшным, эта реакция может спасти нам жизнь. Но если страхов в нашей жизни много, даже если это не настоящие страхи, а страхи мнимые, тогда вот эта реакция, она не прекращается на самом деле, человек не расслабляется, а жить в состоянии такого стресса очень и очень сложно. Как же мы работаем со страхом? Сейчас я хочу сказать основные принципы и прошу вас очень внимательно послушать вот именно эту часть вебинара, потому что еще недавно в психологии был такой постулат, что страхи у человека можно убрать. По крайней мере я очень часто встречалась, особенно в так называемой популярной психологии, с вот такими мыслями. Мы сейчас страх вырежем и все, будет нормально. На самом деле это делать категорически нельзя, потому что, ну как я уже говорила, страх вшит очень глубоко в нашу систему безопасности, и человек, который не чувствует страха, ну собственно говоря, долго он не проживет. Как случается с людьми, которые или носятся на запредельных скоростях, или совершают еще какие-то такие вот поступки, которые другой бы человек не совершил, потому что испугался. В дошкольном возрасте дети испытывают страх часто, и на самом деле это тоже не аномалия, это нормальная ситуация развития, потому что дети самые незащищенные существа, если бы они не испытывали страх, то нам приходилось бы их защищать, наверное, с утроенной силой. Страх играет и положительную роль. Одну секундочку, коллеги, я вижу, что у кого-то тишина. Поставьте, пожалуйста, несколько плюсиков, если меня слышно. Лучше напишите в чат, звук есть. Все, спасибо большое, больше не надо. Коллеги, больше не надо, все, хорошо. Я поняла, что звук есть. Спасибо большое. Итак, положительная роль страха. Мобилизирует силы ребенка для активной деятельности. То есть иногда ребенку нужно хорошо испугаться, чтобы начать что-то делать. Взрослому, кстати, тоже иногда очень полезно хорошо испугаться и начать уже менять свою жизнь. Страх выступает регулятором поведения, потому что ребенок под страхом наказания иногда не сделает то, что бы очень хотел сделать. Ну, допустим, не ударит другого ребенка, не совершит какой-то нехороший поступок, потому что знает, что его накажут. Ну и что, наверное, тоже важно, страх способствует, очень способствует запоминанию неприятных и опасных событий. Потому что в этот момент обостряются все органы чувств. И вот сама ситуация, которая вызвала страхом, она записывается в мозг ребенка очень отчетливо для того, чтобы потом быть с ним всю жизнь. То есть один раз, допустим, потрогав горячую духовку и испугавшись как следует, ребенок не будет это делать. Один раз, испугавшись машины, которая выскочила из-за угла, он будет всю свою оставшуюся жизнь очень осторожно переходить в проезжую часть. И это тоже, как вы понимаете, система, которая охраняет ребенка. Другое дело, как мы с ситуациями страха будем обращаться. Смотрите, если, допустим, возникает опасная ситуация, некая, ну что-то произошло, ребенок мобилизирует все свои силы, поиск, ищет пути спасения и, возможно, обращается к нам за помощью. Или мы, допустим, видим, что ребенок испугался, помогаем ему эту ситуацию разрешить. То есть либо убрать то, чего ребенок боится, либо научить его с этой опасностью справляться. Тогда ситуация разрешается победой, и если вы представите на себе, что любая ситуация, которая завершилась победой, она для нашего тела очень приятна. Вспомните себя, допустим, в двух таких разных ситуациях. Первое, вы что-то долго-долго готовили, ну или диплом, или курсовую, или защиту категории, например, или что-то еще. И вы защитились, и вы чувствуете невообразимое блаженство во всем теле. Ну и вторая ситуация, когда был какой-то ужасный страх, ну, например, вы проходите медицинское обследование и думаете о самом плохом, и в конце обследования вам говорят, не, все нормально, все прекрасно. И вы чувствуете такое же облегчение и эйфорию во всем теле. Вот это вот фиксация состояния победы на телесном уровне. Если у ребенка случится это раз, два, три, несколько раз в его жизни, тогда он будет все остальные ситуации страха решать именно так. То есть он будет попадать в страшную ситуацию, он будет искать пути выхода, находить эти пути и потом снова и снова испытывать вот это вот состояние победителя. Может быть и другой сценарий, когда ребенок попал в опасную ситуацию, но у него не хватило ресурсов. Ну, например, увидел собаку, несущуюся на него, да, и не убежать от этой собаки, не защититься не мог. Может быть она и не покусала, но просто лапками так на плечах постояла большая собака, да, и ребенок понял, что он беззащитен. Ну, все, страх собак для него обеспечен, а возможно это будет страх других животных. Но и вот дети, которые пережили вот эти ситуации, они чаще всего будут эти опасные ситуации искать снова и снова, потому что наш мозг, он запрограммирован особым способом, и если мы выхода из ситуации не нашли, тогда мозг будет посылать такой вот внутренний сигнал, нам нужно это сделать, нужно найти выход. И в результате дети будут искать себе просто какие-то опасные ситуации и постоянно в эти ситуации входить. Ну, вот бывают такие дети, наверняка в ваших группах тоже есть девочки-катастрофы или мальчики-катастрофы, на которых синячки не заживают. Он заживил один синячок, он пошел, снова упал или что-то себе сделал, и дальше все это продолжается. Вот это о том чаще всего. Так что же мы должны сделать в коррекционной работе со страхами? Первое – это помочь ребенку осознать страх, то есть понять, что да, мне сейчас страшно, и понять, чего я боюсь. Иногда это тоже не так уж легко сделать. Второе – это восстановить здоровый контакт с миром. Что это значит? Это значит, что ребенок понимает, что этот мир на самом деле большой и добрый, но в нем есть маленькая опасная ситуация, которую мы сейчас будем разрешать. Но и в целом мир хорош и помогает в любой ситуации. Дальше – это удовлетворить потребность безопасности и выживания, то есть дать ребенку понять, что есть дорожка к безопасности даже в самом ужасном страхе, и ее показать. Ну и что важно – это поддерживать способность реализовать заботу о себе в меняющихся обстоятельствах. Вот это, уважаемые коллеги, очень и очень важно, потому что ребенок, обученный работе со страхом, грамотно обученный, превращается во взрослого, который в состоянии хаоса, в коем мы сейчас с вами пребываем, если честно, не теряется, не ударяется в обвинение всех и вся, а спокойненько прокладывает себе дорогу через этот хаос, аккуратно обходя какие-то особо опасные места. К этому все идем. И еще я хотела бы немножко поговорить про тревогу у детей, потому что страх – это более яркая эмоция, мы ее видим, но иногда в группах попадаются очень тревожные дети, которые боятся всего. То есть они даже не понимают природы своей тревоги, а просто в этом состоянии пребывают все время. То есть их напугать может прямо тень мышки, которая пробежала где-то рядышком. Откуда это берется? Наверняка такие дети в группах есть. Кстати, да, в чате можно задавать вопросы, и я готова на них отвечать. Либо сразу же по ходу, либо в конце вебинара, поэтому можете мне писать «Добрый день», будем считать, что все со всеми поздоровались, а вот вопросы бы хотелось бы увидеть. Итак, откуда берется тревога у детей? Это может быть генетическая предрасположенность, то есть особое состояние мозга и нервной системы, оно способно само по себе вызывать тревогу. Есть такие дети, у которых тревога как бы вшита изначально. Это может быть нарушение базового доверия к миру, когда в детском возрасте у ребенка что-то пошло не так. Или мама была не очень ласковая, или случилась какая-то болезнь, и он совсем такой маленький понял, что мир оказывается такой большой и такой злой. Это может быть резкая смена жизненного уклада, про которую ребенка не предупредили, и он попал вот в эту тревогу, потому что не знает, что происходит. Это может быть какая-то травма или повышенная тревожность взрослых, потому что у нас кругом и всюду есть семьи, и которые просто тревожны из поколения в поколение. И вы эти семьи видите, потому что мамы или бабушки, которые приводят этих детей, очень тревожно сами по себе, это заметно сразу. Что такое жизненная позиция? Это я вам уже объяснила. Реакцию на смену жизненного уклада тоже хочется рассказать, и хочется рассказать, как это отражается на здоровье ребенка. Смотрите, очень часто, когда происходит какое-то пугающее событие, тогда мы видим, что сначала ребенок как бы замирает, то есть он снижает свой тонус, находится в таком состоянии, ну как маленький зомби. Потом откуда-то берутся активные защитные силы, и он начинает ярко противодействовать. И после этого наступает фаза истощения. Затем, в зависимости от того, сколько сил у ребенка, мы можем наблюдать либо адаптацию, либо болезнь. Если у ребенка достаточно много ресурсов для того, чтобы справиться с ситуацией, он адаптируется, если нет, то он уйдет в болезнь. Будет выглядеть это примерно так. Но вот эти механизмы регуляции тоже можно тренировать. Вот. Каким же образом мы психологи и педагоги, воспитатели тренируем ребенка не бояться, корректируем страх и тревогу? Есть несколько методов, которые работают все прекрасно, особенно здорово они работают, когда они все вместе. И вот здесь я расскажу сегодня не обо всех, а как заявлено в теме, успею рассказать только про коррекцию методами арт-терапии. Но хочется весь список. Вопросы видела. Как справиться с повышенной тревожностью у детей во время выступлений на соревнованиях? Смотрите. Каким образом? Есть момент проследить этот страх через цепочку страхов. Это упражнение я буду вам рассказывать в вебинаре, и вы обратите на него внимание. Вот. Страна страхов и цепочка страхов. Можно еще и справиться таким методом. Он, правда, не арт-терапевтический, он метод когнитивно-поведенческий. Но он как раз на страх выступления работает очень хорошо. Вы даете ребенку возможность постепенно привыкать к выступлениям. То есть, первое, допустим, он смотрит на соревнования. Второе, он каким-то образом участвует в совсем небольших соревнованиях, но, может быть, внутри группы. И затем вот этот уровень страшности ситуации вы постепенно увеличиваете, и ребенок привыкает. То есть, много-много раз пройдя соревнования внутри родной группы, он уже не побоится выходить на публику. Тут уже свой личный опыт, но поскольку вебинары я веду уже больше трех лет, я помню первый вебинар, когда хотелось от ужаса залезть под стол и не выходить. Но сейчас я могу вести их четыре там подряд и ничего не бояться на самом деле. Вот. То есть, постепенно привыкать, начиная от каких-то простых ситуаций и заканчивая ситуациями, где много людей. Вот. Итак, методы коррекции страха. Это телесно-ориентированные практики, методы поведенческой терапии. Это сказка-терапия, терапевтическое рисование и психодрама. Вот о трех последних мы с вами сегодня успеем поговорить. Давайте начнем с такого прекрасного метода, который называется психодрама. На самом деле здесь тоже есть искусство. Арт-терапию я рассматриваю не только как какие-то методы живописные, но и любые методы, в которых так или иначе задействовано искусство. Так вот, психодрама – это метод, в котором есть нечто от театральной деятельности и нечто от психологической консультации. Метод создан якобы Мореном. И это терапевтический групповой процесс, в котором используется драматизация. Это достаточно сложный метод, поэтому в работе с детьми мы используем только отдельные постулаты психодрамы, то есть все психодраматическое занятие не проводим. Достаточно сложно. Так, еще вопрос. Как быть с детишками обычно, если ребенок испугался в 1,6 месяцев и не говорит? Вести к неврологу, к нейропсихологу и выяснять, нет ли там чего-то. На самом деле, вот, нейропсихолог и невролог должны помочь. То есть если не говорит по причине испуга, это уже детский невроз. Вот, итак, психодрама. В процессе работы в психодраматической группе дети совместно создают и придумывают, разыгрывают истории, которые они создают сами на определенную тему злободневную. На материале, допустим, героев знакомых сказок, на материале героев мультфильмов, либо создают каких-то фантастических персонажей. У нас были психодрамы с привидениями, с точками, с капельками, с кем, вот, кто с кем хочет, с кем он то и делает. Какие есть возможности? Смотрите, внутри вот этой психодраматической группы у ребенка есть возможность получить опыт безопасного взаимодействия. Как происходит психодрама? То есть у нас есть какая-то тема, ну, например, это тема страха, да? И мы создаем такой вот круг и внутри начинаем рассказывать историю про страх. Ребенок, который боится, выбирает себе заместителя, и теперь вот этот другой ребенок будет им. А еще один ребенок может быть страхом, например, или каким-то фантастическим существом, букой, которое ночью лежит под кроватью и пугает нашего несчастного ребенка. И сам владелец страха наблюдает со стороны, как вот это взаимодействие со страхом может происходить. И он со своего режиссерского кресла может каким-то образом все это комментировать и даже немножечко менять. Вот, то есть ему не страшно, потому что это вроде бы как его страх, но и не его. И он точно понимает, что это игровая ситуация. Ну, то есть безопасная обстановка, но тем не менее там уже что-то можно сделать. Можно наработать сценарии в тех ситуациях, которые у ребенка связаны с угрозой в реальной жизни. Ну и можно в конце концов научиться выражать свои желания и чувства с помощью слов и жестов. То как раз, чем у детей плохо, потому что дети говорят мало, дети говорят еще плохо, и поэтому им трудно актуализировать, что называется, свои чувства, то есть объяснить, чего он, собственно говоря, испугался. Психодраму мы используем где-то с 5-6 лет, потому что дети должны быть уже достаточно говорящие и с хорошо развитым воображением. И как раз внутри психодрамы очень хорошо разбираются социальные страхи, которые в этом возрасте появляются. Потому что у нас дети в разном возрасте боятся разного. Дети, допустим, в год они будут бояться каких-то резких хлопков, темноты, страшных домашних животных, чужих людей. Дети младшего дошкольного возраста будут бояться бабу и гудель, милиционера, врача, разбойника, грозу и так далее. А вот дети 5-6-7 лет, они уже обладают социальными страхами, они боятся, что их осмеют, они боятся, что умрут родственники, боятся, что будут непринятыми в какой-то коллектив. То есть вот эти страхи как раз в психодраме можно хорошо отработать. Например, варианты из психодрамы. Этюды на выражение страха. Только коллеги прошу обратить внимание, что эти этюды предназначены не для того, чтобы страх победить. Мы это часто делаем, создаём какие-то истории, в которых добро побеждает зло. Вот у этих этюдов, обратите внимание, там другая функция. Они должны дать возможность ребёнку свой страх почувствовать, потому что иногда у ребёнка страх блокируется так, что он его не чувствует. Особенно у мальчишек. Им же не положено бояться, они же смелые, храбрые жизни. Просто они, допустим, когда нужно выходить на какое-то соревнование, они начинают болеть. И всё, заболел, и всё, зато не испугался. Таким образом, вот, страх просто не ощущается в теле, но выходит через болезнь. Так, вопрос. Скажите, чтобы быть терапевтом, арт-терапевтом, нужно ли быть художником? Нет, вот психологическое образование должно быть. Художественно необязательно. То есть арт-терапевтические практики, они хороши тем, что они очень лёгкие. Вы сегодня увидите картины, которые создают 5-6-летние дети, и я думаю, что будете восхищаться этими картинами. Вот. А арт-терапия и коррекция детских страхов, если вы в поисковике наберёте обучение, то вы найдёте. Их много на самом деле. Вы просто выберете наиболее удобное вам. Вот. Про этюды на выражение страха. То есть мы должны научить ребёнка разблокировать страх. Например, лисёнок переходит через холодную речку. Что он делает? Конечно, он дрожит от холода и от страха. И здесь задача ребёнка продрожать, подрожать. И вот таким образом свой страх услышать, увидеть в теле. Или, например, мальчик потерял маму на вокзале. Что он сейчас чувствует? Конечно, он чувствует страх, паник, ужас. И ребёнок передаёт это, заодно вспоминая свой страх и панику в какой-то похожей ситуации. Или, например, зайчик убегает от собаки. Другая техника. Техника два стула. Как она осуществляется? Техника, кстати, очень хорошо работает. Ребёнок садится на первый стул, а на втором стуле... Секундочку. Так, вернуться к вопросу очень важно. Смотрите, вопрос, видимо, про психолога, да, которому очень важно вернуться. И ребёнок не говорит. Вот в конце, на последнем слайде будет моя почта. Вы можете написать. Хорошо, потому что здесь двумя словами я не отвечу. Нужно понимать, что с ребёнком. Здесь уже это повод для индивидуальной консультации. Поэтому напишите. Напишите или в контакте, или на почту. Координаты я оставлю. И, возможно, что-то я вам помогу. Но мне нужно знать всю историю. А всю историю в чате вы не сможете сейчас изложить. Поэтому напишите. Хорошо? Вот. Техника два стула. На одном стуле сам ребёнок боящийся, а на другом какой-то бесстрашный герой. Ну, например, Илья Муромец или Человек-паук или, ну, кто-нибудь ещё. Маршал армии, например. И ребёнок мысленно или вслух с этим героем разговаривает. Например, его можно спросить. Почему тебе не страшно? И, конечно, ребёнок за этого героя сам отвечает. То есть он тем самым вытаскивает наружу свой ресурс, который внутри него есть, но не используется. Как ты защищаешься? Кто тебе помогает? Потом ребёнок садится на второй стул. И уже от имени вот этого героя он даёт какой-то ответ. Как действовать? Ну, и таким образом очень часто снимается страх. И ребёнок, побывав в роли вот этого героя бесстрашного, начинает действовать совсем по-другому. Техника на самом деле очень трансформирующая, поэтому используйте её. И она абсолютно безопасна в том плане, что может использовать любой, и не обязательно это психолог. Трансформирующее рисование. Вот теперь уже чисто прикладным переходим к практикам. Арт-терапия, потому что, конечно же, арт-терапия в дошкольном образовании – это прежде всего рисунки. Это я понимаю. И вот несколько таких рисунков я вам покажу. Что значит трансформирующее рисование? Смотрите, когда человек рисует рисунок, он может опираться либо на то, что видит вокруг, либо опираться на какие-то свои мысли, идеи, которые сидят глубоко в бессознательном. А именно в бессознательном есть ресурс, который может избавить от страха. Поэтому мы, когда рисуем вот такой трансформационный рисунок, то добавляем в него какие-то свои ресурсные вещи, которые потом можем из рисунка перенести в жизнь. Например, рисунок «Морское дно». И мы просим детей, и для взрослых тоже эта техника хорошо работает, дорисовать этот рисунок. Понятно, что здесь у нас есть сундук, и в этом сундуке окажутся сокровища. Очень важно, какие сокровища там окажутся. Поэтому можно судить о том, какой ресурс человек может привлечь. Важно, что нарисует человек. Нарисует ли он растение, нарисует ли еще рыб. Какие цвета раскрасит вот эту картинку. Интерпретация в интернете есть. Поэтому, если вы наберете рисунок «Морское дно» описания, то вам интерпретация выйдет в поисковике, и вы сможете посмотреть. После того, как дети нарисуют рисунки, вы можете с ними проговорить вещи, какие-то про сундук с сокровищами, и выяснить у каждого ребенка, что для него сокровищем является. Там могут быть какие-то вещи, которые связаны с предками, что называется, какое-то старинное оружие, или какие-то древние украшения, короны. И это значит, что ребенок надеется на помощь родителей. Там могут быть монеты какие-то, может быть оружие, много оружия. Тогда ребенок на самом деле гораздо более силен, чем он считает, и важно помочь ему вот эту силу проявить. И так далее. Вы можете посмотреть описание и много понять про себя и про детей. Еще один рисунок называется «Прыжок со скалы». И когда детки рисунок-то дорисовывают, я тоже советую для 6-7-летних детей брать не раньше, потому что достаточно сложный материал, ребенок должен дорисовать этот рисунок. Рисует всякое. Рисует под ногами у человечка море, как будто бы он просто решил в этом море нырнуть. Кто-то рисует ему парашютик, или крылья приделывает. Кто-то рисует прямо вот такую горку, как будто бы человек не прыгает, а скатывается на ногах. Ну и так далее. То есть здесь очень важно потом детей спросить о том, человек прыгнул сам, потому что этого хотел, или потому что вот так случилось. И второй вопрос, на который очень важно получить ответ, он прыгает, то есть он падает или он взлетает. Дальше уже идут детали, и вы смотрите, интерпретируете эту картину вместе с ребенком, смотрите опять-таки на цвет, которым все прорисовано на детали, ну и на уровень того, насколько ребенок верит в свои силы и знает, что делать в экстремальных ситуациях. Презентацию можно скачать прямо из этой комнаты, и Татьяна Викторовна наверняка еще раз даст ссылочку, по которой вы можете зайти. И использовать эту презентацию для себя. Следующая техника – три рисунка. Есть вариант этой техники с метафорическими картами, про карты тоже будем говорить сегодня. Итак, мы просим детей. Владимир Александрович, это определенный стереотип определенного человека. Допустим, точно не все рисуют монеты и золото, кто-то рисует короны, кто-то рисует оружие, и один товарищ даже бутерброды однажды нарисовал. Да, вот смотрите, давайте к скале вернемся. Вот это то, что нарисовано. То есть вы в таком виде предоставляете детям рисунок, говорите, дорисуйте. И точно так же морское дно нарисовано вот в таком виде. То есть обозначены рыбы, растения, дно и сундук. Остальное дети нарисовывают. Вот, в сундуке не факт, что будут деньги, и как раз очень важно, что там окажется. Техника – три рисунка. Техника тоже трансформационная. Я люблю такие техники. Трансформационная – это значит что-то кардинально меняющее в жизни. Итак, на первом листе рисуем текущее состояние. Это может быть фрагмент из жизни. Это может быть портрет, состояние души, даже просто абстракция. С детьми можно просто предложить им нарисовать некие пятна, вот как тебе сейчас хочется. Как ты сейчас представляешь свою жизнь, на каких красках. Ну вот 5-6-летние дети уже вполне себе могут это сделать. У них чувство цвета есть. Если возраст старше, тоже просим дорисовать, конечно. Вот, дальше мы рисуем рисунок про то, как хочется быть. Как хочется, чтобы было. И на этом рисунке уже у нас появляется какая-то наша фантазия, наше представление о светлом будущем. Потом эти два рисунка раскладываем так, чтобы между ними было свободное место. И вот здесь берем еще один листочек. Он будет у нас вторым. Он расположится посерединке. И на нем нужно нарисовать нечто общее между вторым и третьим рисунком. Это может быть дорожка. Я говорю из того, что рисуют обычно люди. Это может быть некое состояние. Это может быть человек-помощник. Всякие зелья, всякие растения, еда, много что рисуют. Материальные ценности, то есть деньги рисуют. Да, шаг два. На втором листе нарисуйте идеальное желаемое состояние. Ой, прошу прощения. Вот так вот нужно. Да. То есть рисуем еще раз то, что есть, то, что хочется. И третьим рисунком рисуем то, что их связывает. Дорисовывайте, раскрашивайте, трансформируйте. И таким образом, если мы работаем в арт-терапии, то мы можем еще параллельно с тем, как дети рисунок раскрашивают, еще их и спрашивать. А что это такое? Для чего ты это нарисовал? Что это для тебя? И постепенно мы начинаем понимать, какой ресурс ребенку нужен. То есть работа со страхом – это работа на поиск ресурса, который поможет страшную ситуацию превратить в нестрашную. Следующий вариант работы – это спонтанное рисование. Помните, вначале я говорила о том, что в работе со страхом очень важно дать человеку возможность расслабиться. Потому что в ситуации, когда мы готовы к войне, наше сознание сужается до такого очень узкого коридора. И на другом конце этого коридора – ситуация, в которой мы можем выжить. Вот сейчас, наверное, информация больше для взрослых, чем для детей. То есть есть один вариант решения, в котором мы выживем. Но на самом деле в любой жизненной ситуации есть огромное количество вариантов решений, в которых мы будем жить счастливо. Но пока человек находится в страхе, он этого не видит. Поэтому нужно дать возможность человеку расслабиться. И очень хорошо работают на расслабление следующие методы. Например, спонтанное рисование. Сейчас, секундочку. Так, страх ребенка сопровождается беспокойным сном. Ребенок на подступах к детскому саду перестает плакать, но его вырывает. Это работа психолога и уже психоневролога. Мне кажется, что психолога, потому что здесь психосоматика явная. Поэтому хорошему психологу. Объяснять правильно важно. Как мне сказать лишнее? Галина Александровна, поясните, пожалуйста, вопрос. Я не совсем поняла. Как-то переформулируйте. Мне пока непонятно, что я должна ответить. Про спонтанное рисование. То есть мы просто даем материалы, даем кисточки, листы бумаги и говорим, рисуй что хочешь, как хочешь, каким угодно способом. Может быть, это будут пальчики, может быть, это будут ладошки. У меня встречался крайний вариант, когда милая, очень-очень воспитанная барышня, брала гуашь, вот просто вот так вот цепляла из банки и втирала ее в лист. И это было долго-предолго, после чего гуашь черная была. После чего у нас стали появляться другие цвета и более тонкие рисунки. Но вот это ей нужно было сделать. Ну, там сложное внутрисемейное отношение достаточно. Ну, вот таким образом релакс произошел. При объяснении заданий не сказать лишнее, не навязать свое. То есть вы очень лаконично говорите задание. Вы говорите просто дорисуй так, как ты хочешь, как ты представляешь. Все, точка. Причем дети будут спрашивать, а что делать там, рисовать деньги или что вы говорите, что хочешь, то и рисуй. То есть вот эти вот рисунки трансформационные, это про дно и про прыжок человека. Там не нужно объяснять детали. Спасибо огромное за вопрос. Презентацию можно будет скачать, ссылка будет еще в чате. И прямо из комнаты вы ее можете скачать, если вы работаете с компьютера. Вот, то есть спонтанное рисование, это просто выливание своих эмоций через цвет. И не обязательно это будут пальцы и руки, потому что сейчас очень много материалов для рисования. Например, вы можете выдать ребенку краски и поролоновые губки, и большой-большой листок бумаги. И вот такая работа, она очень хорошо снимает повышенную возбудимость. Так же, как и рисование двумя кисточками одновременно, потому что здесь задействуют межполушарные связи. Ну и есть такой механизм у нашего мозга, когда мы обращаем внимание на несколько точек одновременно, у нас ритм мозга, он переходит в режим альфа, что соответствует либо медитации, либо такому вот предсонному состоянию. Поэтому, если ребенок рисует двумя кисточками, он успокаивается. Можете попробовать сейчас сосредоточить внимание на своей коленке левом, допустим, и правом ухе, и вы тоже успокоитесь. Дальше. Рисование мыльными пузырями, смешанными с гуашью. Это просто счастье неимоверное на самом деле, потому что это чудо, это буйство таких красок. И выдувание через трубочку, то есть работа с воздухом, с дыханием, она тоже способствует тому, что у ребенка уровень агрессии, страха, он очень сильно понижается. Ну вот на таких серьезных тренинговых группах мы всегда заканчиваем работу арт-терапией и чего-нибудь делаем. То мы солью рисунок делаем, то есть трубочек выдуваем, то есть даем момент релакса обязательно. Ну и рисовать можно на самом деле хоть чем. Хотите ватными палочками, хотите пробками, крышками, картошкой, фольгой, вот чем угодно. Но вот все эти вещи, особенно необычные, они хорошо снижают агрессию. Еще варианты. Монотипия. Это когда мы рисуем на одной половинке бумаги, потом ее сворачиваем и получается обычно бабочка. Ну нужно ее дорисовать до бабочки. И эта сосредоточенная работа тоже успокаивает. Вот тиск мятой бумаги, рисование на мятой бумаге. И иногда вот сам процесс того, что сейчас я могу смять бумагу, и мне за это ничего от мамы не будет, он терапевтичен. Иногда более терапевтичен, чем цикл занятий по коррекции страха на самом деле. Потому что у детей вот этих страхов очень много. Испортить, сделать ошибку, намазать краской, как ни странно. Ну и рисование ватными шариками, дисками тоже очень хорошо. Вот, например, одно из моих самых любимых рисование с солью морозные узоры. При этом заметила, что во всех группах соль еще и едят. Со страшной скоростью, я не знаю почему. Но это вот просто дети не сговаривая, слезут в мешок с солью и пытаются съесть. Варианты рисования. Ирина Николаевна, да у вас будет презентация. Татьяна Викторовна, скиньте ссылку, пожалуйста. Я не могу справиться с тревогой у коллег. Они хотят ссылку на презентацию. Пусть она будет еще раз. А давайте я повторю. Она, наверное, у меня сохранилась. Сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста. Забирайте прямо сейчас. Как мы рисуем солью? Вот сейчас как раз подходящее время, потому что у нас морозные узоры на окошках появляются. Ну и просто мы берем лист синий либо черной бумаги. На нем кисточкой рисуем клеем ПВА. Причем делаем это довольно жирненько. Не просто помазали, а так, чтобы там такие вот прямо кляксы получились. И потом в эти кляксы просто сыплем сверху соль. Естественно, соль попадает на пол, на стол, на руки детей. Но это уже никого не волнует. Потому что в результате получаются вот такие морозные узоры. И релакс от того, что пальчики общаются вот с этой шероховатой солью. И в записи будет вебинар. Все будет прекрасно. Вот теперь наслаждаемся правополушарным рисованием. Это один из очень действенных способов снятия страха и тревоги. Автор Бетти Эдвардс. Доктор наук сразу в двух областях. В области психологии и в области искусства. И концепция метода основана на исследованиях, посвященных межполушарным связям. Вы же знаете, что мозг человека устроен очень сложно. И в нем столько функций, что этих функций не хватило. Вернее, их так много, что одного полушария не хватило. Поэтому функции распределены поровну между двумя полушариями. Если левое полушарие отвечает за точность, за детали, то правое полушарие отвечает за какую-то общую картину и интуицию. То есть суть метода в том, что мы рисуем не так, как принято по деталькам, а как есть на самом деле. Как мы рисуем обычно или как дети рисуют. Они берут простой карандашик, рисуют какие-то детали, да, там листочки, цветочки. Потом их раскрашивают, потом пытаются сделать еще более-менее аккуратный фон. Как рисуется вот такая картина, например. На лист наносятся прямо жирные кляксы. Можно даже ложечкой, можно мастихином. Наносятся кляксы из белого, синего, сиреневого. И потом все это вот очень долго просто размазывается. Столько, сколько ребенку нужно. Причем, чтобы было аккуратненько, края листа обычно мы заклеиваем малярным скотчем. Но это тот, который хорошо отдирается. То есть на него можно просто залезать кисточкой. И потом он просто отдирается и получается ровная рамочка. Когда ребенок нарисовался в досталь, то есть вот это вот общение с краской состоялось, просто несколькими штрихами мы рисуем что-то похожее на цветы. И появляется такая вот красивая объемная картина. Это детская работа на самом деле. Ну и такие вот вещи повторяют 5-6-7 летки достаточно легко. Вот нарисовал Васе 5 лет. Тоже правополушарное рисование, как видите в рамочке. Ну и здесь еще использована не только работа кисточкой, но и скорее всего работа расческой, зубной щеткой. Вот эти прекрасные желтенькие звездочки. Они нанесены вот именно таким методом, каплями. Или вот такой вариант. Я думаю, что тоже ребенок до 5-6 лет рисовал. Красота неимоверная, но Вы знаете, есть сложность на самом деле. Когда первый раз детям предлагаем правополушарное рисование, они это сделать не могут. И чем старше ребенок, тем ему сложнее. Потому что для него невероятно, что можно просто размазывать краску. Невероятно, что можно залезать на поля. Что можно как-то вот монтировать это все. Что ошибок не бывает оказывается. Потому что тут ошибок нет. Тем более, если гуашью рисуются, то это все сверху замазали и вперед. Дальше можно что-то рисовать. Вот такая вот красота на самом деле. Ну и вот такая вот красота. Это тоже детский рисунок. На самом деле хорошая возможность раскрепоститься. Хорошая возможность порисовать всей семьей. Потому что Вы можете посадить пятилетку в себя и маму в юном возрасте 70 лет. И всем будет хорошо. Все будут рисовать. Раскрывается творческий потенциал. Испортить тут невозможно. Ну и пробуждается способность находить нестандартные решения. На самом деле. Вот Вам ссылочки на образцы занятий. На самом деле их огромное количество. Но вот эти занятия предназначены для малышей. И Вы можете их брать, переходить и смотреть. Следующий метод. Он авторский тоже. Это нейрографика. Поэтому я не буду пересказывать все подробно. Вы можете запомнить слово нейрографика и уже обратиться к авторским работам. Тоже очень классная вещь. Потому что дает выход отрицательным эмоциям. Здесь есть много однообразной работы. То есть все это надо аккуратненько раскрашивать. А за счет этого занимается страх и агрессия. Тоже тренируется усидчивость. Ну и является еще своеобразной цветотерапией. Потому что здесь ребенок сам абсолютно сам выбирает цвет. Для работы нужно немного. Да, это Павел Пискарев. Нейрографика. И вот именно его семинары лучше смотреть для того, чтобы понять, что это такое и как правильно делать. Нужна плотная бумага, чтобы она не рвалась. Маркеры. Тонкие и средние толщины. Карандаши и фломастеры. Но тут можем использовать и мелкие, и другие графические материалы. И в результате появляется вот такое. Нейрографику для детей можно лет с 4 вводить. И даже с 3. Другие методы работы со страхами можно, если это актуально. Тогда можно еще когнитивно-поведенческую терапию взять. И там тоже много интересного. Да, работа у детей шикарная. Так, про нейрографику ответила. Лет с 3, если это с мамой происходит. Следующая работа для снятия тревоги. Это все, что связано с песком. И есть такой шикарный инструмент, как песочная графика. Рисование на световых столах. Они не очень дорогие. Ну и я знаю, что есть множество пап, которые делают самостоятельно для детей столы. Остановлюсь, отвечу на вопрос. Мотивация детей для нейрографики. Это можно сказать, что... Кстати, они хорошо понимают. Говорим, вот ты сейчас, а вот сказка, в которую ты хочешь прийти. Давай дорожки проложим. Ну и дальше уже начинаем все это раскрашивать. Возвращаясь к песочной графике. То есть у нас есть песок. А песок это чудесный материал, который тревогу снимает сам по себе. То есть стало плохо, покопались песочки, стало хорошо. Ну и здесь еще снимается страх ошибки, который есть в работах красками и карандашами у детей. Потому что здесь испортить невозможно. Если не понравилось, песочек смахнул и можешь рисовать снова. Галина Александровна, вот как я говорила, есть папы, которые делают это из коробочки, лампочки и оргстекла на самом деле. Мне многие коллеги говорили, показывали вот такие вот песочные столики. Песок в продаже есть, он не очень дорогой. Единственное, что там мы берем вулканический песок, достаточно мелкий такой и не пыльный. Вот поэтому вы можете... Так, лицензированное обучение по песочной графике. Напишите в почту, я вам скажу, где можно пройти. Вот песочная графика. Ну и последний метод, который я хочу сказать, он тоже авторский. И благодарю за этот метод Наталью Струкову, которая мне его рассказала. Это сказочный коучинг. Сказкотерапия. Сказкотерапия это тоже подразделение такой арт-терапии, когда дети сочиняют сказку и в результате этого сочинения какие-то вещи проживают. Каким образом мы работаем? Выбираем двух сказочных персонажей, которые ребенку приходят в голову. Один будет герой, второй будет злодей. Ну вот здесь есть прекрасная мана, герой и снежная королева, это злодей. И задаем вопросы. Первый вопрос, что они думают про дружбу и любовь. Надежда Олеговна, для подростков подойдет вообще все вот из того, что я перечислила. Там нет ограничений. Но вот сказочный коучинг, посмотрите повнимательнее, потому что я думаю, что он будет очень хорош. Первое, что думают про дружбу и любовь. И ребята отвечают. Второе, что они думают про успех. Третье, что они думают про богатство и деньги. И четвертый вопрос, что они думают про трудные задачи. Ну и вы, конечно, понимаете, что рассказывая про сказочных персонажей, ребенок рассказывает про самого себя. И нам останется только записать все это. И причем про самого себя и в случае героя, и в случае злодея. Потому что у злодеев тоже есть ресурс, но очень часто он не используется. И когда ребенок сравнивает героя и злодея, то он понимает, что тот и другой в чем-то очень сильно похожи. И еще понимает, что в чем-то очень сильно похожи на самого ребенка. Таким образом нам остается только записать и сказать молодому человеку, смотри, на самом деле вот это про тебя, а как ты можешь это притворить в свою обычную реальную несказочную жизнь. Вот. Тоже метод очень хорошо работающий. То есть здесь цель работы какая? Найти сильные стороны героя и злодея, найти точки соприкосновения, найти способ реализовать эти сильные стороны. Вот. Ну и теперь я готова ответить на вопросы, пообщаться с чатом. А кому нужно, запишите, пожалуйста, контакты, если нужна какая-то такая более личная работа. Не знаю насчет авторской методики, я это делаю с 2009 года с детьми. Игровая методика развития речи «Старо как мир». Спасибо вам за то, что подсказали. Я трепетно отношусь к авторскому праву. Но и поскольку узнала эту методику от вот этой прекрасной женщины, я считаю, что я должна назвать ее. Вот. Тем более, что эта методика, она не только развитие речи, это коучинговая методика, вот именно в этом виде. Вот. Поэтому это трансформирующая методика. Спрашивайте, пожалуйста. У нас есть еще несколько минуточек. Вот. Ну и если остались вопросы, то нужно будет связаться по этим вопросам. Я надеюсь, что... Так, пожалуйста, как можно пройти лицензированное обучение по песочной? Напишите в контакты. Связаться можно вот по этим координатам, по любым. Я везде отвечаю. В контакте чуть дольше, честно. Могу дня 2-3 не отвечать, на почту отвечаю в течение одного дня. В телефоне есть WhatsApp, поэтому пишите туда. Так, мальчик боится выступать. Все-таки что же делать? Напишите тоже, пожалуйста, в почту. Опишите ситуацию, и я подскажу. Хорошо? Ну, если вопросов больше нет, а я их не вижу, тогда спасибо вам, что были. Спасибо организаторам за предоставленную площадку. Я надеюсь на последующие встречи. Всего доброго. Ну, коли не увидимся, тогда с Новым годом наступающим. И пусть этот год будет просто замечательным. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok